Доброго времени суток! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». У нас 100000 наименований запчастей, которые ждут вас на нашем складе. Также мы можем организовать вам очень быструю доставку. Прямо сейчас мы готовим вам что-то очень большое и дорогое. Японско-французское, шведско-немецкое. Итак, встречаем двигатель от Renault P9X. Флагманским дизельным двигателем на автомобилях Opel Vectra, Opel Signum, Renault Espace, Renault Velsatis и Saab 9.5 был трехлитровый V6. Он разработан компанией Isuzu, которая тогда принадлежала General Motors. Внутреннее обозначение Isuzu D-Max и выпускался он с 2001 по 2008 год. Что можно сказать об этом двигателе? Его первые образцы на Renault, носящие индекс P9X701 на Opel Y30DT и Saab D308 имеют ряд серьезных конструктивных недостатков. Одним из которых является проседание гильз. Но в 2006 году блок был модернизирован и этот недостаток устранили. Мы разбираем двигатель с Renault Espace 2005 года. Этот двигатель как раз из проблемных. И мы на 80% уверены, что сейчас мы вам покажем наглядно, что такое проседание гильз. 3.0 V6 может порадовать негерметичностью выпускного коллектора. Также форсунки могут срывать крепления. Их обычно срывает после снятия и ненадлежащей установки. Двигатель 3.0 V6 обвешан разнообразными датчиками. Эта электронная начинка может глючить, но это все ерунда по сравнению с тем, что этот двигатель перегревается. Некоторые знатоки утверждают, что его нельзя крутить выше 3000 оборотов, иначе можно попасть на очень дорогой ремонт. Турбокомпрессор здесь один. Гард служит долго. Неполадки может вызывать механизм регулировки его геометрии. Лопатки могут подклинивать из засаженного налета. Также выйти из строя может вакуумный актуатор. Турбокомпрессор у нас массивная, тяжелая, образцовая, без люфта вала и она сухая, то есть в отличном состоянии. Топливная рампа дизельного двигателя V6 ожидаемо выглядит вот так. По три выхода на форсунки с каждой стороны. Нужно отметить, что этот двигатель очень сложен в разборке. Здесь очень много труднодоступных резьбовых соединений. Одна из причин перегрева кроется в теплообменнике системы EGR. Как он работает? Газы проходят через теплообменник, через клапан EGR и возвращаются обратно во впуск. А вот через эти трубочки сюда подается антифриз для охлаждения выхлопных газов. Так вот, случается такая неисправность, что контур, по которому идут выхлопные газы, трескается и туда просачивается антифриз. Следовательно, он будет просачиваться во впуск. Обычно антифриз уходит маленькими порциями, но даже небольшое снижение количества антифриза в системе охлаждения очень пагубно влияет на двигатель. И в итоге он перегревается. И, кстати, обратим внимание, что канал EGR здесь очень чистый, без маслянистого налета. Клапан EGR требует к себе повышенного внимания. Симптомы его некорректной работы и заклинивания проявляются в некорректной работе двигателя рывками при разгоне, а также черным дымом из выхлопной трубы. Мы сняли теплообменник и что мы здесь увидели? Топливный насос. Представьте, сколько нормочасов, бабла и дней надо потратить, чтобы снять его, если здесь будет какая-то проблема. Обычно здесь изнашивается плунжерная пара. Чтобы добраться до вот этих болтов и снять ТНВД, надо снимать оба коллектора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привод ГРМ здесь комбинированный. Здесь находятся косозубые шестерни. Косозубые шестерни приводят движение валта НВД. И валта НВД путем зубчатого ремня приводит движение впускные распредвалы. Помимо основного натяжного ролика здесь два паразитных, что автоматом увеличивает стоимость замены ремня ГРМ. И во впуске у нас здесь чистота и порядок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Могут выходить из строя электромагнитные клапаны. Также может изнашиваться плунжерная пара. Если плунжерная пара изнашивается, то двигатель перестает заводиться на горячую. Все нюансы в общении с этим ТНВД осложняются тем, как глубоко в развале блока он находится. Кроме того, при его установке главное правильно собрать вот эту косозубую шестерню. Она состоит из двух частей. Если собрать неправильно, то двигатель будет не заводиться. Датчик распредвалов здесь один. Он считывает показания вот с этих лепестков. При замене ГРМ мастера умудряются их погнуть, и тогда возникает ошибка P0346. Это ошибка синхронизации распредвалов и коленвала. Вообще зазор между датчиком распредвала и этими лепестками очень важен. Малейшее отклонение, и двигатель начинает не заводиться, либо его колбасить. Мы сняли клапанные крышки, и здесь мы видим массивные крепления форсунок по два распредвала на каждой голове. Выпускные распредвалы приводятся в движение косозубыми шестернями. И по состоянию у нас здесь все очень даже ок. Обратите внимание, что японцы наметили скреплением форсунок. Одну форсунку держит планка, которая фиксируется двумя гайками, но на 10, а две форсунки фиксируются одной планкой с гайкой на 14. Форсунки здесь надежные, но не ремонтопригодные. Если при переустановке закрепить неправильно прижимную планку, то форсунки могут перекашиваться, либо их может и вовсе сорвать. Также, как и на многих дизелях, не стоит забывать менять вот эти огнеупорные шайбы каждые 60 тысяч километров. В противном случае газы из камеры сгорания будут просачиваться наружу. Чтобы снять постель распредвалов, здесь надо открутить три типа болтов с внешней звездочкой, с внутренней звездочкой и еще три шпильки. Японамать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как снятие постели распредвалов заняло у нас очень много времени, нашему взору открылся привод клапанов. Клапаны здесь приводятся толкателями-стаканчиками, а тепловые зазоры вручную регулируются шайбами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот в голову мы сразу поняли, что тысяча процентов сегодня мы вам не расскажем про проседание гильз, потому что гильзы на месте и хон в полном порядке. Двигатель Isuzu очень термонагружен. Обычно перегревы случаются после 150 тысяч километров. После перегрева двигатель проседает по двум центральным цилиндрам и нарушается герметичное соединение между головкой, блоком и прокладкой. После этого антифриз уходит в выпускной коллектор или масляные каналы. Параллельно газы из цилиндров накачивают контур охлаждения и из-за этого расширительный бачок буквально лопается. Таким образом, в течение пары минут двигатель лишается всего антифриза, перегревается, его блок деформируется, гильзы проседают и его даже может заклинить. И поверьте, это очень частая проблема, встречающаяся в этих двигателях. Похоже, об этом моторе заботились, потому что здесь нет никаких масляных отложений и выглядит все очень даже чисто. Во время разборки мы не раз видели следы незаводского герметра. Это значит, что в мотор лазили. Здесь на шатунах мы увидели надписи, явно не заводским шрифтом. Хотя... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На наши поршни муха не садилась. Такое ощущение, что они не ездили. У нас даже есть подозрение, что этот двигатель пересобрали на новом блоке. Конструкция ИСУЗовских поршней нас абсолютно устраивает. Это настоящий old school. Высокие компрессионные кольца, немного удлиненные юбки и видно, что здесь не экономили на каждой мелочи. Ну и шатунные вкладыши у нас тоже как новые. Разборка закончена и сегодня мы хотели ознакомить вас с проблемами этого мотора, но есть косяк. Мы не нашли ни одной проблемы и износа в этом моторе. Мы вовремя остановились и решили не снимать коленвал. Может кому-то из наших подписчиков надо годный блок с хорошим коленвалом. Коленвал у нас вращается прекрасно и без намека на износ. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши соц. сети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти. Помните, с вами была компания «АвтоСтронг-М».